Эй, ёбертва, субсидят Лейфер, и это пятая серия нашего сезона. Но перед тем, как начать наш город Хелград, давайте я сделаю все квесты у кары, то есть поиск сокровищ и вся такая фигня, чтобы походить в 20 уровень. Не буду держать, и мы начинаем. Сокровищ, поэтому мы бежим на пляжик. Теперь мы прыгаем в воду и плывем за проброшкой. Вот мы нашли Эндерс Сундучок, который нам нужен. Оп, все, вот с идут сокровищами, и плывем обратно. В нашей квестовой персоне. Сдаем ей квестик, получаем полторы тысячи опыта. Следующий квест, умирай к помощи надежды. Это не основной сюжет, кто хочет, может и прочитать, но читать я его не хочу. А хотя мне сказали, что он все-таки важный, поэтому прочту. Ничего себе, я искал его дни и ночи напролет, нашел его все равно, ты. Еще и так быстро. Похоже, судьба и правда благоволит тебе еще. Твою историю уже начинают обраться легендами, позвольте назад. Правда, не то, что ничего не поможет до навозной ямы, который очутился. И правда не то, что, как не отблагодарили такого бездомного, что помог тебе. Я считаю это неправильно. Иди к нему, предложи ему хотя бы несколько монет. Ладно. Если нужно найти бездомного, пошлите. Нам нужно тапиться в порт, самому к начальному бомжу. Так, мы уже приближаемся. Вот мы уже от порта выбегаем к нашему старой, самый первый локер. До этой локации. Начальная деревня. Нам нужно найти бомжа. Пещера, в яме. Вот тут, короче. Вот, бездомный бэн. Бумеранг. Так. Ой, 20 уровень достигли. Но все равно мы закончим сейвы квесты. Так. Ох, спасибо тебе, милый человек. Говорю, за это время он уже героем стал. В люди выбился. Хе. А я сексирую здесь, где никому кроме тебя не сдался. Спасибо, интенция будет твоей добротой. И все-таки, карма существует. Да благодаря ты мне обязательно эту девушку. Располагаю обо мне. И держи себя доброй стороны. Там вернулся в той девушке. Понял. Кстати, я тем временем нафармил квест в позднюю укладку. Поэтому мы наконец можем его сдать кому-то там. А вот. С ней. Вот. Ей надо сдать квест. Все. Два квеста в начале локи убраны. На теории я точно закрыл первый локу. Можно тратиться нормальный лок. Кстати, меняем броню. Оп, оп. Точнее, нельзя так. Подменяем ее вот так. Вот на колечушку. Оттепимся в наш нормальный город. Так. Вот тут в этом рисунке растет. На координатах. Минус 350 до 1000 часов. Тут будет искать. Но я пока нашел только один. Ищем дальше. В стою минуту я нашел три пиончика. Поэтому бежим к нашей квестовой персонаже. Так. Вот. Отдаем ей пиона. Девочки, квест. Знаешь, ты самый лучший. Мне просто наворачивать слезки. Просто прости. И я никогда не встречался с человеком любезни и благодарным, чем ты. Человек, который нашел бы минутку времени в своей жизни. Ради такой маленькой обычной девочки. Я вот возьми это маленькое напоминание. А то я в сердце всегда остановил свой след. Оставил. О. Заточим вот это на мой меч. А, не получилось. Плюс 2. Блин, минус 1. Обидно. Ладно. Самое время делать квесты Хелгреда. Берем телепорт туда. А у меня его нету. Поэтому побежим туда пешком. Так, я добежал до торговца. Покупаем всю броню. Так, даем ему 3 монетки на нагрудник. Подыщи покупаем. И 3 монетки на штаны. Тоже подыщи покупаем. Так. Оп. Подеваем фул кольчугу. Покупай. Все. Летер бронированный. В сумме фул броня. Время выполнять квестики. Здорово, Лиланд. Это будет довольно долгое видео, думаю. Может даже на две части его. Кстати, нам нужен Лиланд, а как оставить бильбу. Хе-хе-хе. Так, давайте начнем с первого квеста. Вы не делаете по порядку. Подтуннель. Добро пожаловать в Хелгред. Славный путник. Если еще не спешил познакомиться с нашими жителями, обязательно зайди к монетчику, к кузнецу и мастеру. В нашем городе очень разное кузнечиство. И любой желающий, до самого количества ресурс, может с помощью нашего мастера сотворить себе любой доспех или оружие. К несчастью, у нас есть проблемы. Так, например, наши поля тоже топчут злостные големы из стали. Но эти герои, ты разберешься с ними, верно? Верно, разберусь. Следующий квест. Кузнечиство. Конечно, у нас очень разное кузнечиство. Не желаю пробовать себя в этом деле. Заберите достаточно ресурсы. С помощью мастера Томпса сделай стальной слитик, прийти во мне и оценишь его результат. Окей, потом принесем. Кочевники. Далеко от Хелгарда, слева от поля, по которому бродят сами големы, разбились в лагерь кочевники. Не знаю, что они забыли именно здесь, но их агрессивность и попытки захвата наших земель действительно тревожат. Собственно, иди и уничтожи. Ага. Тренер. Кстати говоря, в нашем городе есть тренировочная площадка для бойцов. Я желаю, чтобы тренироваться над улучшением со физической формой. Обратитесь к тренеру Эрико. Хорошо, обращусь обязательно. Начнем пока, наверное, с сюжетного квеста. Кочевники. Нужно для другого квеста, что Глеб топчет, этих топчет поля. Вот. Надо и всех убить. Не знаю, 05 или 10 штук. В общем, немного, типа. И квест довольно легкий. В отличие от других. У них все 105 хп. Дается много опыта. Но у нас двое, поэтому нам пополам делится. Какой-то прикол выпал. Так, сколько нам осталось Големов? Мы узнаем чуть позже. Пока вне запись убьет остальных. Так, вот следующая партия Големов. Мы их довольно долго ждали. Сейчас проводу должен тоже ударить. А чем нужны стальные осколки, чтобы сделать сразу там следующий квест? В прошлом случае, братик, формить. О, нам 4 осколка надо выбить. Так. Так, вот еще один стальный Голем. Смотри-ка, его убиваем. Вот, все, топтунный. Пойдемте отдавать квест. Так, отдаем квест нашему чувачку. Топтунный, вот. Вау, 4600 опыта, неплохо. Пойдем дальше просто делать. С стальных сетей уже 4 штуки и полстака монет. У меня как раз это все есть. Опа. Подтвердить покупку. А почему не подтверждается? Ой, я сюда монету положу случайно. Все, кузнечество. Идем отдавать наш стальной слиток. Бильбо, здорово. Все. Еще 4000 опыта сверху. Следующий квестковка оружия. Ничего себе. Очень неплохой результат. Теперь пробую сковать рукодельный каменный меч и принеси его мне. Я струю меч и верну тебе. Чтобы создать меч, тебе понравится рецепт. Его можно купить у нашего мастера. После этого собери. Необходимые ресурсы. Используй рецепт и кускуй меч. Угу. Так. Вот наш качка Эрик. Так. Мы пришли к тренеру Эрику. Значит. Одна скучная зерновка. Что хочешь подавлять? Я могу тренировать по технику. Знаешь. Бьем голову чучело мечом. Десять раз придется песня. Просто мы вот так кликаем. Десять раз получается. Оп. И сдаем. Все. Самый легкий квест. 4 коопта. Даже 8 коопта на халяву. Так. Следующий квест у нас. Это будет давайте кочевники. Опа. Вот мы пришли в качку. Тут кочевники. У них у тебя кольчужка. Броня как и у нас. То есть. Они довольно сильные. Наверное. Я не знаю. О. Точила кочевников не выпала. Редкая. Надеюсь мне потом объяснить, мой друг, что это такое. А еще не выпал прочный камешек. А еще у меня острый клинок кочевника. Рецепт. Тоже наверное крутая вещь. Не знаю. Честно. Но пока мы поубиваем кочевников. Отдавать кочевники. В 2021 уровень. Закровища кочевников. Эти кочевники разграбили приличную часть наших земель. Но я знаю, как им можно отомстить и исправить лачебную финансовую ситуацию нашего города. У них есть очень интересная быча. Брятки у меня 6-7 блоков по своим лагерям. Большой значок с ценностями. Иди купи лопату нашего кузнеца и найди эту самую суду. Затем принеси у меня. Я уже точно благодарю тебя. Ты знаешь. Фух. Все. Копали чуть-чуть блоков. И побежали обратно. Вы так знаете где. То есть вот дерево. А дерево ориентируйтесь. И вот тут вот. Такс. Закровища кочевников. Квест готов. 5 тысяч оптахалявных. Ой, два каштажа дали. Первый. Ты представляешь? Пока ты разбирался с тем лагерем кочевников, принесли цены большого поселения и мельницу. Это маленький лагерь ближе отвлекающим маневром. Иди скорее к мельнице. И убей еще несколько качевников. Угу. Отдевшим. Сражение для волчинцев. С некоторыми големами ты справился. И ты действительно молодец. Но слишком много. Одному из них никогда не одолеет. Добудет несколько остальных осколков, чтобы боглотно исплавить их слитки. Из них сделать мечи. А уж мечами снарядить наших добрых волчинцев, с помощью в этом не было легкое время. Угу. Надо остальные 4 ценных осколка. А, я их сдал, кстати. Прикольно. Легкий был квест. Получили 4К опыта. Здесь опять написали качевников. Давайте сделаем это. О, выполнили квест. А также еще рецепт ботиночек. Если могу уже две шмотки зеленые, скоро все помни, сейчас серые. Их надо опять забежать в город. Может просто кинуться с пашкил. Да. И добежать до квестовика. Бильбо. Так. Сдаем квест. Конец порабощения. Пока ты храбро сожжался качевникам, мы командование города. Оставились точки над И. И пришли к мнению, что с такой организованностью у них обязательно должен быть лидер. Найди его и уничтожься. О, боссфайт. Инструмент колдунов. Думайте, я уже на таком принципе магии. Воскрешение создания живого и неживого. Не так и повезти обязанности на нужных университет лекинате. Либо оставленный им блок красного кварца. В данном случае уникак никаких магов незамечений не было. Значит, вероятность сегодня где-то неподалеку находится блок этого самого кварца. Более того, судя по радиусу, он тоже достаточно высоко. Пробую обыскать деревья в близком в шеричном поле. Должно идти что-то. Ага. Понятно. Еще квестик. Так. Вот тут, короче, идете от этих штучек наверх. И тут ведь лестница. А я не знаю, как мне запрыгнуть на самом деле. Мне нужна помощь. Я как овощ. Сейчас. Опа. А как мне запрыгивать? А вот все. Теперь мы сюда. Оп. Чуть-чуть повыше. Нет. Вот в эту сторону. Повыше. Конец. При... А нет. Инструмент голданов. Вот. 5 тысяч обода плюс 750 сверху. Халява. Ой, осталось два сложных песта. Пока с храма сражался, надо еще поубивать их лидер, то есть босса слить. И еще сковать какое-то крутое оружие. Рукодельный каменный меч. Так, давайте приблизимся к этому квестику. Берем, в общем, булыжник, берем монетки. Крафтим вот такой прочный камень. Теперь мы... А, надо еще один. А, не хватает. Ладно, не приблизимся. Босса, поэтому я спустился в подземелье, который находится вот там вот вход. Минус 560. Пиши там... Ой, 3140. Короче, надо тут фармить. Так, время делать только дели каменный меч. Мы крафтим два остальных слитка. Крафтим зачарованный слиток. Вот. Теперь нам надо взять еще заготовку каменного меча. Для этого нужен зачарованный прочный камень. А, зачарованный прочный камень. Ага. Значит, нужно еще один прочный камень. Еще денег чуть-чуть. Так, теперь мы делаем зачарованный камень из вот этой штуки. Теперь мы делаем заготовку благодаря тачилу и зачарованному камню. Теперь мы берем рецепт. Вложим заготовку. Вложим железную штуку. И да, все у нас в теории. Рукодельный каменный меч. Но он, правда, без ампиризма, но он сильно по урону. Теперь берем бильбу квестовик. Ковка оружия. Вот. Следующий квест слить босс. Пойдемте туда. Так, вот мы заходим в какую-то комнатку. Здесь должен быть наш босс, по-моему. Давайте наверх поднимемся. Так. Сначала зачистить, правда, локацию. А то мне очень-очень больно. Меня не спасает даже палка, которая на реген. Это в душе очень болючая локация. Здесь сверх больно. О-о-о-о. Зачистили. Заходим, проверяем каждую комнатку. Я вижу лидер. Все, полетели? Давай. Я буду убить обычным мечом. Будет малыш, а буду хи... А, он вообще не сносит. Мы зря готовились ему так долго. Алё. Все наши подготовки были зря. Пошли обратно в город. Так, вот мы сбегаем до... Бильбоу. Отдаем ему квест. 22 уровень. Поздравляем. Сооружение древних. Ты славным пауктом юный герой. Теперь, думаю, можно доверять ей действительно важное и даже несколько секретное дело. Еще до того, как люди прочитали это и был создан этот город, великое сооружение древнего стояло здесь неподалеку в океане. Сейчас, возможно, можно найти левее мельниц, то, что было захвачено кочевниками. Все герои, которые смотрели туда на разведку, погибали. А если приучение рисковавшей разунать что-то внутри, не возвращались. Не желаешь сходить и рассказать нам, что хранит тебе древнее подземелье. О, ну вот значит дам сходить. Вчера вторым квест. Шоу 95. Ага, надо зафармить 5 каждых бомбов. Вот фигня. Бо. Мы убыслили квест, набили. Шесть и щепты, неплохо. До победного конца. Что? Говоришь на толпы мертвых? В старинных доспеках? А до конца не доходил? Нет? Было бы интересно, что в конце этого ужасного подземелья. Что здесь? Ты первый, кто смог вернуться туда живым? Уверен, что вот этот раз ты вполне справишься. Отправляйся. Ой, он меня на смерть посылает. Так, какой это к вас по счету? 96. Квырест. Шоу 96. Убить тень древних 3. Понял, полетели. Срочное включение мне выпал рецепт МЗГ. Самого лучшего мяча первого ряда. Шлем древнего сража. Рецепт МЗГ я уже наполовину собрал. То есть, кайф, умереть. Можно попробовать убить еще одну тень. Ты проще умереть. Я попробую убить еще одну тень. А тут не хпп, где-то хпп 400, наверное. То есть, тень вообще-то не легко формить. То есть, чисто вот так в угол встаете, в жилочку. И убиваете там всех этих теней, всю эту херню. И нам ничего не может делать. То есть, кайф на тени, надо буквально просто иметь, что это поток на вемпиризм. И все. Но, две тени вы не переживете. Ну, или же вам нужно иметь МЗГ, МДС. Ну, короче, топовые мячи. Ладно, пойдем сдавать квест. И япать левел для МЗГ. Мне тут подогнали слегка рейсиков, которые мне нужны для крафта МЗГ. Пойдемте к мастеру. Нужны теневые прочные камни. А, а вот эти забытые души. Кстати, пока я крафчу МЗГ, быстренько зададим бильбо квест. Опа. Плюс один с половиной тысячел. А дальше уже задать уровень, дальше не могу. Именно поэтому крафт МЗГ и проходение финальных квестов этого города будет во второй части ролика. Точнее, в следующей серии даже. Ну, а с вами был я, Злейфер. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока. Продолжение следует...